Глубоко уважаемые коллеги, которые нас слушают, те, кто к нам подключатся или будут слушать нас в скором будущем. Мы сегодня прослушали великолепные доклады патологов, доклады врача-онколога, были освещены вопросы раннего рака молочной железы. Но я попрошу дистанционное управление. Прежде чем мы с вами коснемся вопросов, для меня это на самом деле было одной из новостей, с которой я встретила високосный год. Это та новость, что по данным Национального центра медицинской статистики отмечено долгосрочное снижение смертности при четырех социально значимых заболеваниях, включая рак молочной железы. Были опубликованы данные по онкологической статистике более чем за 80-летний период. Это начиная с 1930 года по 2017 годы. И непрерывное снижение уровня смертности от злокачественного образования, начиная с 1991 года, привело к общему снижению смертности на 29%, что по сути означает 2,9 миллиона спасенных жизней. И в 2017 году, за период с 2016 по 2017 год, было отмечено крупнейшее за всю историю одногодичное снижение смертности от злокачественного образования на 2,2%. Очевидно, мы это прекрасно понимаем, что снижение смертности, например, от рака молочной железы или колоректального рака, обусловлено прогрессом в области диагностических процедур и, конечно же, прежде всего, системного лечения злокачественного образования. Умберто Веронези в 2005 году отметил, что наступила эра лекарственной терапии рака молочной железы, которая ознаменовалась переходом от максимальных объемов хирургического лечения к минимальным объемам, сохраняющим высокое качество жизни больных рака молочной железы. И также хотелось бы отметить, что, конечно же, настоящий прорыв и увлечение выживаемости связан и прогрессом в области лечения меланомы, но перейти непосредственно к наиболее интересным результатам клинических исследований симпозиума САПС, мы попросту не имеем права, не отдав дань нашего глубочайшего уважения основоположнику системной теории рака молочной железы, талантливому хирургу, величайшему ученому, новатору, революционеру, основателю доказательной школы клинической медицины, особенно если мы говорим о раке молочной железы. Это же, конечно же, Бернард Фишер, которому бы сейчас уже исполнился бы в 102 год пошел бы. И вот ту фразу, которую я могла бы, мы могли бы ознаменовать конференцию симпозиум САПС, да, мы все верим в Бога, но для всего остального должно быть подтверждение, так сказал Бернард Фишер на одной из конференций журналистам, которые попытались спросить его мнение по поводу результатов клинических исследований. Исследователь, да, хотелось бы отметить, начинал работать в те времена, когда многие хирурги, связанные традицией радикальных калечащих операций, отказывались направлять своих пациентов в клинические исследования. Идея проведения менее обширных операций считалась в некоторых учреждениях эквивалентом халатности. Фишер писал, я обнаружил, как мало было информации о биологии рака молочной железы и как было мало интереса к пониманию этой болезни. Но я хотелось бы также отметить, что Владимир Федорович Семиглазов в своей работе еще докторской диссертации отмечал, как много значений имеет биология опухоли. Да, опухоль малого размера, она может быть по прогнозу как добрый, так и злой. И все зависит от периода удвоения опухоли. Но на эту опухоль как влияет среда, микроокружение, так и макроокружение. Особо важно, что на крупнейшем международном симпозиуме по изучению рака молочной железы были представлены постерные доклады по результатам собственных исследований наших отечественных ученых, ведущих онкологических центров. Также важно, и вы сегодня убедились, что наши российские ученые выступают в качестве соавторов по результатам международных клинических исследований, что в свою очередь свидетельствует об участии в клинических исследованиях самих пациентов и возможность получения достаточно рано тех препаратов, которые еще только через, в лучшем случае, через 5, а то и 10 лет будут зарегистрированы на территории Российской Федерации. И действительно, результаты в лечении особенно метастатического рака молочной железы столь колоссальны, и сегодня полностью изменилась парадигма в понимании лечения рака молочной железы. Да, остаются биологические потипы. Для HER2 позитивного потипа основным направлением – это постоянная блокада рецептора HER2. И на сегодняшний день мы имеем четкие линии в назначении тех или иных препаратов. Наибольшим уровнем доказательности и наилучшие результаты, конечно же, это двойная блокада комбинации пертозумаба, тростозумаба и доцитоксела с последующим назначением эффективных линий анти-HER2 терапии, в том числе препарат иммуноконьюгат тростозумаб-эмтанзин. Далее, сегодня мы подробно остановимся на эффективных препаратах, новых препаратах, ранее нам незнакомых препаратов, которые очень скоро ворвутся в нашу клиническую практику и уже были утверждены FDA. Это препарат дирокси-тыкан, который также как TDM является иммуноконьюгатом и малая молекула тукотениб. То есть для HER2-позитивного рака молочной железы постоянно должна быть блокирована мишень HER2. И это за счет либо эффективных линий, с каждым годом число которых увеличивается, или мы меняем комбинаторный партнер к HER2-блокаде. То, что касается люминального рака молочной железы, сейчас четко отмечено, что добавление гормонотерапии ингибиторов циклинзависимых киназ, бациклиба, рибоциклиба и амебоциклиба значимо улучшает результаты общей выживаемости в различных клинических группах. Это как и больные благоприятного прогноза, мы прекрасно знаем, это большой безрецидивный период, больные с мягкотканными метастазами, костными метастазами, и также пациенты с висцеральными метастазами. И тут надо всегда на весы выставлять эффективность и побочные эффекты. Но побочные эффекты для ингибиторов циклинзависимых киназ нам хорошо известны. Это предсказуемая и ожидаемая лейка и неитатроксичность, которая не требует назначения колонии стимулирующих препаратов. И здесь очень важно вести мониторинг клинического анализа крови первые два месяца каждые две недели, затем уже после трех недель применения рибоциклиба, палбоциклиба, и затем дальше, через неделю, мы начинаем новый цикл гормонотерапии, при этом мы обязательно продолжаем новый цикл ингибиторов циклинзависимых киназ, при этом мы продолжаем гормонотерапию. Но как для палбоциклиба, рибоциклиба, амебоциклиба, есть своя специфичность в отношении побочных эффектов, тем не менее в первой линии надо стремиться больным люминальным гормонопозитивным раком молочной железы назначать комбинацию эффективного лечения гормонотерапии в комбинации с ингибитором циклинзависимых киназ, потому что это прежде всего связано с увеличением общей выживаемости. А мы прекрасно понимаем, что наибольшие результаты мы получим в первой линии, вторая, третья, четвертая, они зависимы от первой, большей частью зависимы от первой линии. И здесь это своего рода вектор и преодоление возможной резистентности в будущем. Хотя в ряде случаев она возникает. И здесь вопрос уже поднимался, что в 40% случаев у пациентов может быть определена мутация ПИА-3КИФСВАДИТОЛ-ЗАНИТОЛ-ТРИКИНАЗА. И здесь рекомендуется, надеемся, что в скором времени в Российской Федерации был зарегистрирован препарат ЛПИЛИСИП, назначаемый во второй линии при наличии мутации ПИА-3КИИ. Это то, что касается люминального рака, молочной железы, гормоночувствительного. Да, у нас здесь появились совершенно две новые линии современного эффективного лечения, о котором мы еще даже и не говорили позапрошлом году. А сейчас эти препараты, если мы говорим о палбоциклибе, рибоциклибе, включены в список жизненно важных лекарственных препаратов. Амебоциклиб, надеемся, в скором времени также будет внесен в данную когорту препаратов. И мы всегда помним, что для гормона позитивного рака молочной железы без висцерального криза, а хочу также обратить ваше внимание, Фатима Кардоза большое внимание уделяла тому, что наличие эксудативного плеврита не является проявлением висцерального криза, и своевременная эвакуация позволит назначить пациенту гормонотерапию. Висцеральным кризом рассматривалось только поражение легочной ткани и печеночной ткани, которые сопровождаются клинически значимым увеличением биохимических маркеров, а также выраженным болевым синдромом или же дыхательной недостаточностью вследствие поражения легочной ткани. Теперь, вот сегодня уже неоднократно Александр Алексеевич подчеркнул, что у нас совершенно изменилась парадигма, рухнула та обычная для нас то клише, что для пациентов БРС ассоциированным раком препаратом выбора являются препараты платины. Далеко не так. И сейчас, когда мы сталкиваемся с пациентами с трижды негативными или тройной негативной, это как кто называет, мы привыкли называть трижды негативный рак молочной железы, мы стоим на трех путях. И при наличии у пациента герминальной мутации, у пациентки герминальной мутации больной предпочтительно и должны назначаться препаратом парпингибитора либо аллопариб, он зарегистрирован на территории Российской Федерации, это лазопариб, который еще не зарегистрирован, но в ближайшее время будет зарегистрирован, нам он был доступен в рамках расширенного доступа. При наличии эпидиэлиэкспрессии, это комбинация химиотерапии, это днапоклитоксил в комбинации сатезолизумабом, а если нет ни берсей мутации, ни эпидиэлиэкспрессии, то опять-таки обращаем ваше внимание, что не нужно стремиться к комбинациям препаратов. Было четко показано, что при отсутствии висцерального кризиса для трижды негативного рака молочной железы комбинаторные партнеры или вот для в исследованиях все предпочтение монотерапии. Это может быть и в монорежиме антрациклины, и токсаны, капицитабин, ирибулин, винарильбин. А при наличии висцерального криза только тогда может рассматриваться комбинация препаратов, поскольку больные трижды негативным раком молочной железы, как правило, отвечают, характеризуются хорошим ответом на проводимую терапию даже в монорежиме. И вот такое достаточно большое затянутое вступление связано с тем, что если я строила свой доклад, то хотелось бы просто, чтобы это было максимально приближено к практике. И вот те препараты, которые уже скоро войдут в нашу клиническую практику, которым хотелось бы уделить внимание, это анти-Хер-2 направленная терапия. Здесь у нас есть несколько исследований, которые опубликованы как в виде постерных докладов и были соответственно доклады на самом симпозиуме и публикации одновременно проходили и публикации на эту тему. Так вот, на мой взгляд, два исследования, на которых нужно более подробно остановиться, прежде всего, позвольте вам представить препарат иммуноконьюгат, это тростозумаб дирокситекан, он также как ТДМ является иммуноконьюгатом, где с помощью мостика, расщепляемого мостика с анти-Хер-2 моноклональным антентилом связывается цитостатик, в данном случае ингибитор топоизомиразы, являющийся производным экзотекана. Доказана эффективность тростозумаб дирокситекана в лечении интенсивно предлеченных пациентов, получающих две и более линии таргетной анти-Хер-2 направленной терапии. И здесь хотелось бы отметить, что препарат не так давно был одобрен FDA в рамках данного показания. И тростозумаб дирокситекан, как мы уже сказали, является иммуноконюгатом, соединяющим моноклональное антитело с цитостатиком и разыскивается условно говоря рецептор Хер-2 в опухоли. Происходит таргетная доставка в опухолевую клетку цитостатика при минимальной системной токсичности и максимальная адресная доставка и по действию иммунозависимой токсичности телозависимой цитотоксичности происходит взаимодействие соответственно тростозумаба с Хер-2 рецептором. Исследование, которое изменит нашу практику в ближайшее время, это применение тростозумаба дирокситоэкана у интенсивно предлеченных пациентов. Здесь исследования включались пациенты предлечены метастатическим Хер-2 позитивным раком молочной железы, в том числе пациенты получали тростозумаб и мтанзин. Тростозумаб дирокситоэкан в той дозе мы рассматриваем, которую дальше пациенты подлежали анализу, составило дозу 5,4 миллиграмма на килограмм массы тела. И обращаю внимание, вот этот водопад, он всегда, мы всегда можем судить об эффективности препарата. И все, что внизу свидетельствует об достаточно высокой частоте ответа опухоли на проводимое лечение. А все, что вот эти несколько, буквально черточек вверху, это те пациенты, у которых наблюдалось прогрессирование. То есть, пациенты, получающие две и более линии антихер-2 направленной терапии, имеют шанс получить достаточно высокую вероятность ответа на дальнейшую антихер-2 терапию, а это года жизни. При этом медиана продолжительности ответа на лечение составила 14,8 месяца. Профиль токсичности препарата на что хотелось бы обратить внимание. Это, конечно же, в основном нитропения, так как комбинаторный партнер, соединяющий тростозумаб линкером с цитостатиком, это все-таки противоопухолевый препарат, химия препарат, и здесь мы наблюдали глубокую нитропинию у 20% пациентов, анемия наблюдалась у 9%, эмитогенный эффект в основном тошнота у 7,6 пациентов, и на что особенно хотелось бы обратить, те особенности, которые сопровождают введение тех или иных препаратов, о которых надо помнить. И здесь речь идет об интерстициальной болезни легких, которая регистрировалась у 13,6% больных, причем первая или вторая степень были зарегистрированы у 11%, третья или четвертая степень у половины процента, и пятая степень, как мы понимаем, это неблагоприятный исход, летальный исход наблюдался соответственно у 2,2%. О чем говорят, на что особенно обращать внимание? Здесь, конечно же, своевременная диагностика, наблюдение за пациентами и безусловно начало своевременное ранее назначение кортикостероидов. Таким образом, настоящий момент к той линейке препаратов, которые мы настоящий момент имеем, это в первой линии эффективная двойная блокада тростозумаба и пертозумаба с токсанами, вторая линия мы имеем препарат тростозумаб имтанзин и далее вот в качестве третьей лимени мы можем рассматривать действительно эффективный кандидат чтобы занять это место это тростозумаб дирокситекан и здесь уже еще раз хочу подчеркнуть что доказана эффективность в лечении больных метастатическим раком молочной железы антихер-2 позитивных после предшествующих двух и более линий таргетной терапии второй препарат который тоже для нас новый мы прекрасно знаем и в нашей клинической практике есть такие малые молекулы хорошо нам известны тирозинкиназные ингибиторы как нейротениб или афотениб но в отличие от того же самого нейротениба или афотениба токотениб селективно воздействует на эпидермальный фактор роста второго типа и обладает минимальной активностью по отношению к рецепторам и джейфар токотениб обладает благоприятным профилем токсичности с меньшей частотой развития диареи и кожной сыпи также токотениб является активным метаболитом проникает через гематоэнцефалический барьер но и то регистрация регистрация которая в скором времени мы ожидаем это комбинация с тростозумабом и капицитабином это такой вот триплет а комбинация тростозумаба с капицитабином нам известно а здесь уже вот триплет по аналогии с лопотенибом да вот данный триплет эффективен в лечении больных метастатическим хердопозитивным раком молочной железы включая пациентов самое важное в том числе с церебральными метастазами предлеченные ранее тростозумабом пертозумабом и тростозумабом и тростозумабом энтонзином исследование было одновременно опубликовано в журнале и что хотелось бы сказать я всегда стараюсь смотреть первый источник и он появился одновременно с представлением исследования буквально чуть ли не в день в день с представлением результатов на САПС так вот в триплет который включал назначение тростозумаба капицитабина и токотениба данный триплет выигрывал по отношению к двойному двум препаратам это тростозумабу и капицитабину что мы получили мы получили снижение на 46% риска смерти и прогрессирования у пациентов против контрольной группы и здесь получается разница если смотреть уже непосредственно показатели медианы выживаемости без прогрессирования это 7,8 месяца в группе триплета и 5,6 месяца в группе двойной комбинации тростозумаба и капицитабина и причем выигрывали если мы посмотрим на график рядом мы видим вот эти крылышки мы видим отношение риска и соответственно в назначении триплета выигрывали независимо пациенты от значит да в большей степени выигрывали все-таки молодые пациенты также была эффективность независимо от этого я бы там хотела сказать в том числе и от рецепторного статуса и медиана возраста больных составила 55 лет общее состояние как здесь было отмечено и оно не влияло на эффективность триплета по икок составляла 0,1 и примерно 2,3 пациентов метастатическим хр2 позитивным раком молочной железы были эстроген позитивны но самое интересное что мы прекрасно знаем что больные антихр2 позитивным раком молочной железы характеризуются характеризуются тропностью к висцеральному метастазированию в том числе метастазированию в головном мозге так вот соответственно здесь у 48 процентов больных были отмечены метастазы в головном мозге на момент включения в клиническом исследовании и по результатам выживаемости общей выживаемости что является одним из важнейшим критериев то 10 триплет однозначно выигрывал общая выживаемость медиан общей выживаемость составила 22 месяца по сравнению 17 месяцами 17 целыми 4 десятым месяцами группе комбинации тростозумаба и капицитабина и если говорить о метастазе пациентов с метастатическим поражением головного мозга то снижение риска смерти и по и прогрессирование здесь соответственно на 52 процента снижался данный риск и выживаемость пифе с данном случае выживаемость без прогрессирования составляла 7,6 месяца в группе триплета по сравнению с 5,4 месяца в контрольные группы и а мы также должны знать о возможность о побочном побочных эффектах о профиле данного триплета токотениба тростозумаба и капицитабина и он нам хорошо известен это диаре и ладонно-подошвенный синдром который был несколько чаще в группе триплета но незначимо 55 процентов против 50 процентов контрольные группы таким образом настоящий момент мы имеем в нашем ресурсе скоро у нас появится возможность значимо продлить эффективно филан на эффективно долгие годы продолжительность жизни больных как в результате назначения тростозумаба дерокситекана моноклонального антитела так и малые молекулы токотениба и буквально несколько слов о трижды негативном раке молочной железы я здесь на самом деле хочу подойти даже больше к голосованию мне интересно услышать ваше мнение все-таки больная 52 лет и у ней отмечены керминальная мутация берсей билатеральный метахронный рак молочной железы рак левой молочной железы комплексное лечение 2003 году рак правой молочной железы комплексное лечение 2010 2010 2011 году трижды негативный по тип настоящий момент верифицированные метастазов парастернальные лимфатические узлы и вот ваша тактика пожалуйста возьмите смартфоны и вы видите на своих экранах варианты ответа те кто еще не подключился пожалуйста подключайтесь моби . вот и вы скажите пожалуйста ваше мнение вот сейчас метастатическая форма придет пациент или молодая женщина берси ассоциированный рак метастатическая форма ранее пациентка могла получать антрациклиновые препараты в анамнезе и получала так вот выбор линии это препараты платины капицитабин парп ингибиторы токсаны винка алкалоиды пожалуйста проголосуйте шкаф чтобы вы назначили данные женщине будем считать что вот то запланированное обсуждение это и будет наше голосование пожалуйста голосуем все-таки еще раз мы хотим подчеркнуть что настоящий момент пациенты берси ассоциированным раком больше не являются кандидатом для назначения препаратов платины поскольку больше выигрыш пациенты получат при назначении таргетной терапии парп ингибиторами и здесь в данном случае именно назначение те даже исследования которые для нас уже в настоящий момент проведены четко это к это демонстрирует и уже настоящий момент на территории российской федерации зарегистрирован препарат парп ингибитор аллопарип метастатические для пациентов трижды негативным метастатическим раком молочной железы у пациенток с герминальными мутациями ранее получавших неодевантную или одевантную химиотерапии либо химиотерапии по поводу метастатического заболевания до настоящий момент аллопарип он включен зарегистрирован в диета в грлс государственном реестре лекарственных средств жен вы жен вы л.п. данного препарата настоящий момент нет второй препарат который у нас есть это талазопарип это парп ингибитор а два исследования по применению это амбраза и исследование м брака в нашем центре прошло в рамках расширенного доступа препарат получали 18 человек средний возраст которых колебался от 30 до от составлял 50 лет колебания от 33 до 71 года это были больные раками яичников рака молочной железы и у также у пациентов берси ассоциированным раком могла быть был был синхронный рак яичников и рак молочной железы и у пациентов мы регистрировали контроль над болезнью который составил 72 процентов и на что хотелось бы обратить у пациентов которые получали талазопарип это достаточно непредсказуемая анемия которая корректировалась но тем не менее она была действительно непредсказуемой не коррелировала с ответом на терапию но были пациенты которые у которых анемии вообще не возникало и длительном могли получать лечение так вот в нашем случае пациенту получил продолжают получает таргетную терапию талазопарипом достигнут частичный ответ и пожалуйста коллеги я попрошу вас еще раз проголосовать если к вам на прием придет молодая женщина трижды негативным раком молочной железы все-таки давайте поговорим в той ситуации когда оптимальное лечение которое мы могли бы назначить пациентка предлечена у не была возможность получения химиотерапии в одевать и не одевать или по поводу метастатического рака молочной железы какую из линий вы бы назначили это препараты платины капецитабин парп ингибиторы токсаны винка алкалоиды пожалуйста голосуйте олег сергеевич у нас и видит идет голосование вот уже хорошо но по-прежнему кто-то упорно стоит на препаратах платины я согласна что до больные трижды негативным рака молочной железы отвечают на все варианты химиотерапии но если говорить об этом мире когда мы оптимально должна значить правильное лечение тонны наибольший выигрыш пациенты получат если мы назначим терапию парп ингибиторами ну и я хочу опять-таки вернуться к словам бернарда фишера да мы все верим бога но для всего остального должно быть подтверждение поэтому каждое наше назначение должно основывать на тех клинических исследованиях настоящий момент которые получили доказательную базу свидетельствующие об увлечении либо выживаемости без прогрессирования с общей выживаемостью либо столь значимое улучшение качества жизни которая является преференцией для данного препарата благодарим за внимание и хотим вот все вместе здесь присутствующие пригласить коллег на 25 28 июня на белые ночи которые традиционно проходят самую красивую пору программа скоро уже будет представлена на сайте мы ждем ваших тезисов мы ждем вашего участия мы ждем вас благодарю за внимание